Дай почитать Безумно счастливые, невероятно смешные рассказы о нашей обычной жизни, автора Дженни Лоусон, мне почему-то одновременно вспомнился и Слава Сея, и Джером Клапко Джером, и Михаил Зощенко, а ведь и правда, почему бы не похохотать от души теплым июльским вечерком. Не остановила меня даже траурная в черном помета 18+, содержит нецензурную лексику. Быть не может. Такой улыбчивый и веселый енот протягивал ко мне славные лапочки. Да и аннотации авторитетно провозглашали, что Дженни Лоусон – популярный блогер, что она обладает неподражаемым юмором и честностью, что она умеет смеяться над собой и что у нее толпы ошалелых фанатов, беспрестанно тыкающих всякие упаковки и книги для получения автографа. Не знаю, дорогие слушатели, возможно, это действительно смешно. Правда, ничто не способствовало моему безудержному и несостоявшемуся веселью. Не случилось. Мне было не по себе, ведь Дженни Лоусон – психически больной человек. У нее клиническая депрессия. Она осознает свое состояние и честно описывает его симптомы. Синий человечек в шкафу, ненависть к собственной коже, проявляющаяся в членовредительстве, периодические прятания то в шкафу, то за кроватью, нежелание неделями вставать с постели и многое другое. У меня лично книга не вызвала ничего, кроме глубокого сочувствия и уважения. Дженни Лоусон – мужественный и целеустремленный человек, искренний и по-своему мудрый. Она и ее поведение не вписываются в общечеловеческие правила поведения. А как иначе, если у тебя, кроме клинической депрессии, тревожный невроз, склонность к причинению себе вреда, тревожное расстройство личности и бессонец – короче, полный набор. Но она борется со всем этим при помощи своеобразного юмора. А енота, кстати, зовут Рори. И это чучело дохлого енотика, с которым Дженни Лоусон играет. Если вам смешно, дорогие слушатели, читайте. Безумно счастливы. До новых встреч.